Министр науки Саясата Нурбека продолжает пытать по поводу другого скандала. Что теперь делать выпускникам, не получившим гранты? Министр снова попытался объяснить, почему 10 тысяч отличников с высокими баллами по ИНТ остались без образовательных грантов. По мнению Саясата Нурбека, они просто выбрали нити специальности. Вместо того, чтобы поступать, например, на гидрогеологов или теплоэнергетиков, все ринулись заявками на модных дизайнеров и стоматологов. А на эти профессии большие очереди. Давайте послушаем, что еще рассказал чиновник. Гидрогеология, гидротехнические сооружения. 70% всех тех, которые взяли высокие баллы, не получили гранты. Это ребята, которые поправили на неприоритетном 2020 сейчас специальности. Да, ну вот только сами выпускники уверены, что ситуация сложилась из-за, в первую очередь, льготников, которые пострадали во время весенних наводнений. Ну, из этих регионов, которые были подвергнуты наводнениям. Якобы вместо того, чтобы создать для них отдельные гранты, чиновники выделили места из общего списка. Ну и получилось, что получилось. Что выпускников со 100 баллами и выше потеснили ребята из этих регионов, но у них там по 60-70 баллов. В общем, родители расстроенных подростков готовят петицию, основное требование пересмотреть конкурс. Но требуют по-честному уже, как им кажется. Посмотрим, чем закончится эта история. Кстати, сегодня у нас на канале вышел отдельный материал на эту тему, где эксперты поделились своим мнением. Кто виноват, что бесплатные места вузах достались не всем отличникам и насколько вообще справедливо идет распределение образовательных грантов у нас в стране. Обязательно посмотрите материал и оцените работу наших авторов. Ну а мы двигаемся дальше. Да, ну и следующая новость тоже об образовании у нас, тоже о детях. В Магастанской области прокуроры обнаружили сразу пять так называемых детских пансионатов. Ну, во всяком случае, так они значатся в документах, где детей приобщали к религии. Причем, как оказалось, незаконно. Обнаружили там религиозную литературу, но вот разрешений на образовательную деятельность проверяющие не нашли. Руководство подпольных вот этих религиозных учреждений фактически выписали штрафы на общую сумму почти в полтора миллиона тенге. Сами пансионаты закрыли. К ответственности также привлекли родители учеников, цитата, за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. Кстати, в Кыргызстане на Иссыкуле тоже были обнаружены сразу несколько религиозных лагерей. С детьми там работали адепты движения «Слово Божье», свидетели Еговы и представители других религиозных течений. И сейчас мы хотим обсудить, чем вообще опасны такие заведения, кто должен их контролировать и что с ними вообще делать. Поговорим об этом Сериком Рыжановым, публицистом и переводчиком Корана на русский язык. Серик, здравствуйте. Здравствуйте. Что это за тенденция последних лет? Нелегальные детские религиозные лагеря и пансионаты. Это какая-то эффективная форма приобщения детей к религии, там совмещать полезное с приятным, отдых и религиозное образование. Как вы к этому относитесь? На самом деле это проблема не каких-то ближайших лет. Я с этим явлением столкнулся еще в 98-м году в городе Уск-Миногорске. В то время, вы знаете, до 90-х годов у нас какое было положение. И турецкие миссионеры, они выкупали школы, детские сады, которые были заброшены, набирали сирот и там воспитывали. То есть и они назвали это пансионатом. В частности, этим занималась такая организация, называемая Суллимен Хелми, да, турецкая. Потом, со временем, естественно, их тоже начали прикрывать, но этот инструментарий используют именно внешние силы под благовидными видами, что помогают якобы детям и так далее. Вроде бы благие намерения. Но на самом деле это идет внедрением внешних ценностей. Если бы их ценности не были бы обособлены от наших ценностей, им бы не приходилось делать отдельные пансионаты, еще и нелегальные. Это так называемая вот мягкая сила, которая может превратиться в очень такую кровавую. То есть речь идет о каких-то радикальных религиозных течениях? Вот чем опасны такие лагеря? Кто там и зачем проповедует? Ну и в чем цель, вот если более подробно? В этом и цель, чтобы воспитать детей и молодежь в своем векторе мировоззрения. Вроде бы ислам, вроде бы одно единое. Но на самом деле внутри очень много разделений. И цель таких пансионатов с детских лет дать свои ценности. И то есть вначале это как бы, это никак нельзя сказать, что это радикально, потому что там же дети. Но после окончания этого пансионата, они выходят на 100% адептами именно их мировоззрения и течения. То есть таких людей можно в любой час икс, грубо говоря, поднять для продвижения своих целей. Поэтому радикализм здесь в намерениях и в целях, когда достигнут определенного возраста эти дети. И в этом большая опасность, потому что именно из-за таких проявлений случаются гражданские войны. В официальном сообщении прокуратуры сказано, что в итоге руководителей пансионатов Мангистау наказали за отсутствие образовательной лицензии, нарушение правил противопожарной безопасности СССР. То есть подход достаточно формальный получается. Существующие законы не позволяют наказать именно по существу. Ну то есть, да, вот это же, ну, на самом деле серьезное нарушение, а как будто бы, да, искали повод, да, за что наказать, но на самом деле эта сфера именно религиозное образование несовершеннолетних как-то государством не сильно контролируется. Как вы считаете? Однозначно. Если вы посмотрите закон о религиозных объединениях и деятельности, вы там увидите, там всего 22 статьи, и вы там увидите, черным по белому сказано, что религиозное образование, оно не входит в систему светского образования. То есть наше министерство образования, оно не контролирует эту сферу. То есть оно отдано на откуп религиозным объединениям. Это первый момент. Второй момент. Нету механизма, да, нету механизма контроля даже самих религиозных объединений на предмет образования. Чему они учат? То есть они до сих пор в любом медресе обучают по старым лекалам, и им, в принципе, наша власть не может ничего не сказать. Почему? Потому что это могут рассмотреть как вмешательство во внутренние дела религиозного объединения. Вот, пожалуйста, несовершенство нашего закона. Нам срочно, архиважно, в срочном порядке полностью пересматривать все законы, касающиеся религиозных объединений, в том числе особенно религиозного образования. Оно не должно быть вне системы контроля или вне системы светского образования. Просто не должно. Иначе, как минимум, на этом примере, и мы видим другие остальные примеры, когда люди, наши граждане, они, получая религиозное образование, не признают наше же государство, не признают наш культурный код и так далее, и так далее, и так далее. То есть это выливается в элементарный радикализм и экстремизм. Из-за того, что нет у государства эффективных инструментов контроля. Достаточно я остро попробую поставить вопрос. А вот вы как считаете, все-таки детям когда нужно соприкасаться с религией? Когда они достигнут какого возраста? И вообще нужно ли это детям? Или это уже вопрос совершеннолетних? Давайте так, я выскажу, естественно, я высказываю свое частное мнение, но я исхожу, мое частное мнение основано на том, как я переводил Куран. Дело в том, что в Куране основной упор идет на разум и на интеллект. И идет призыв на изучение как себя, так и внешней среды. А это и есть науки. То есть ребенку в первую очередь необходимо образование качественное. Он автоматически, такой ребенок, будет исполнять ценности Курана. Понимаете? А то, что сейчас мы считаем религией, на самом деле это все человеческие разработки тысячелетней давности. Потому что когда-то были теократические государства, и они под себя естественным образом разрабатывали определенные вероуставы, законодательства и так далее, и так далее. На сегодняшний день они как будто бы закрепились как ценности верой. Но на самом деле это не так. То есть ребенок нельзя... Я бы, честно сказать, тоже радикально подошел бы, я бы прям запретил внушать ребенку любые религиозные ценности до его совершеннолетия. Вот когда он будет образован, как минимум, закончить среднюю школу, когда он сможет принимать на себя ответственность и решение, пускай он выбирает. Запрета на веру, на религию нет. Но ребенку нельзя внушать то или иное. Просто воспитывать, я согласен. Но именно религиозное образование давать детям нынешнее, это опасно. Ну вот знаете, вместе с тем, многие защитники образования религиозного, они говорят, ну в плане детей, да, несовершеннолетних, они говорят о хорошем опыте католических школ, которые много сделали там в Латинской Америке, в той же Европе, да. Это же широко распространенная такая практика католической церкви, где монашки обучают всему хорошему, дают знания, с одной стороны, но с другой стороны, это школа, которая стоит на таком фундаменте, достаточно таком очень, ну как сказать, на религиозном фундаменте, таком массивном, мощном. Вот как вы к этому относитесь, может быть, в этих странах, о которых говорят защитники религиозного образования, там просто все это было очень глубоко отрегулировано со стороны государства, в Латинской Америке, в Европе, в той же. Ну смотрите, я первый момент такой скажу. Во-первых, мы отдельная цивилизация, и у нас свое мировоззрение. То есть, да, любой механизм может работать в одной среде, но в нашей среде это может не работать. Мы должны быть интеллектуально, духовно быть независимыми. Это первый момент. Второй момент такой. Понятие светскости вышло именно из христианской среды. То есть, засилие тех же католиков привело к чему? Что появились протестанты. И война между ними залила всю Европу. Сейчас в мире существуют как бы две модели светскости. Это французская модель и английская модель. Но именно она вышла же именно из христианской среды по этой самой причине, что вот эта религиозность с детства, она привела и приводила людей к косности. Она мешала развитию науки вообще обществу. Вот они и пришли к этому, к светскости, понимаете. То есть, их, к примеру, наоборот, нас должны научить тому, чтобы мы не повторили их ошибок, да, и чтобы нам не пришлось внедрять их методы. Я просто напомню, что в свое время и королеви, я запомнил его имя, в Англии отрубили голову, так же и во Франции, которые олицетворяли как бы церковь на земле, да? Ну да. И там появились какие-то светские правительства. Поэтому они этот путь прошли. Они, конечно же, дали им права, но им дали ограниченные права. То есть, они в своем лоне на общество так, религиозные законы и мировоззрение, то есть, и как государственная система, уже так не влияют. Но если мы будем попустительствовать таким пантеанатом или попустительствовать религиозному образованию как таковому бесконтрольно, я подчеркну, бесконтрольно, то проблемы нам обеспечены. Спасибо, Серик. Напомню, с нами на связи был публицист и переводчик Корана на русский язык Серик Ржанов. Всего доброго. Спасибо большое за ваше мнение. Спасибо вам доброго. Благодарю вас. А сейчас прервемся на короткую рекламную интеграцию, после которой сразу вернемся к новостям. Не тратьте время на поиски пылесоса. Правильный выбор – это Томас. Каждая деталь пылесоса Томас изготовлена на заводе в Германии, а значит, Томас гарантирует вам лучшее немецкое качество. Принцип работы пылесосов Томас основан на уникальном, запатентованном и усовершенствованном фильтре Аквабокс, и он единственный в своем роде. Фильтр Аквабокс поглощает пыль, не позволяя пылесосу ее выдувать назад, увлажняет и очищает воздух. Это идеальное решение для климата в Казахстане. Насадки в комплекте очистят самые труднодоступные места и любое покрытие – паркет, ламинат, камень, кафель, а можете освежить обои, мебель и даже шторы. Томас моет дом и воздух в нем. Но если не хотите наполнять аквафильтр водой, а хотите тщательно пропылесосить, в модели Томас Драйенд Аквабокс Паркет предусмотрен фильтр для сухого мусора, который нужно чистить раз в три месяца. А еще лучшая фишка Томасов – специальные хепа-фильтры в тандеме с Аквабоксом на 100% избавляют от пыльцы и на 99,9% от пыли и шерсти домашних животных. Спасение для аллергиков – специальная модель пылесоса Томас Perfect Air Energy Pure. Ну и, как говорится, новинка в мире техники – мощный беспроводной вертикальный моющий пылесос с неограниченным радиусом уборки, электрической турбощеткой и валиком из микрофибры для безупречной чистоты. Большой выбор моделей, идеальная чистота, немецкое качество. Вы же решили, какой пылесос вам нужен? Мы продолжаем наш стрим. В Антикоре завершили расследование по делу Останчанки, обещавшей смягчить приговор Куандыку Бешимбаеву. Напомню, в июне родственники осужденного экс-министра обратились в Антикор. Они заявили, что некая женщина пообещала за 100 миллионов сенге посодействовать в смягчении приговора убийцы Салтана Тнукеновой. Да, но как мы знаем, смягчить ничего не получилось, даже если и пытались. Сама задержанная сейчас под стражей ей вменяют мошенничество и подстрекательство к даче взятки. Других деталей по делу не сообщают, но, скорее всего, на самом деле какая-то аферистка на громком деле хотела по-легкому, что называется, срубить бабла. Да, ну и двигаемся дальше. У нас там еще новости про поезда. Проезд в казахстанских поездах станет дороже. С октября цены вырастут сразу на 20%. В Министерстве транспорта рассказали, что пошли на такие меры, чтобы улучшить условия работников компании, повысить зарплату сотрудникам КТЖ. А еще на эти деньги собираются повысить сервис и обновить вагонный парк. Напомню, износ казахстанских поездов, по официальным данным, составляет 44%. Хотя независимые эксперты считают, что эта цифра сильно занижена. Да, ну напомню, министр транспорта Марат Карабаев не так давно, вот он на экране у вас, пообещал полностью решить проблему со старыми поездами к 2026 году. Ну, насколько эти оптимистичные прогнозы сбудутся, неизвестно, ведь по данным той же высшей аудиторской палаты, которую возглавляет в недавнем прошлом премьер Алихан Смаилов, компания КТЖ, знаменитая «Казахстан-Темиржоле», находится на грани банкротства. А ее долги перевалили за 6 миллиардов долларов и продолжают расти каждую секунду. Но, как и предполагали некоторые эксперты, решать проблемы нацперевозчика будут за счет нас с вами. За счет простых казахстанцев ездить на поездах станет дороже.